После публикации относительно темпа роста американской экономики в четвертом квартале 2020 года и отчета по занятости в США за январь месяц, на этой неделе инвесторы ждут расчета инфляции. Об этом и других важных событиях первой половины текущей торговой недели смотрите в нашем очередном видеокалендаре трейдера на канале ИнстаФорекс ТВ. Во вторник, впрочем, как и в понедельник, никакой особо интересной статистики не публикуется, поэтому инвесторы будут копить силы для более активной работы в среду, либо инвесторы будут отрабатывать политические новости при их наличии. А вот торговая сессия среды начнется с публикации данных по темпам роста потребительских цен за январь месяц в Китае. Прогноз довольно пессимистичный. Ожидается снижение на 0,2%, но стоит отметить, что показатели в прошлом отчете оказались несколько лучше прогнозов. Не исключается, что и в этот раз значение окажется лучше ожиданий, и это обнадежит рынки и усилит аппетит к риску. Также в среду на европейской сессии будут опубликованы результаты финального расчета инфляции в Германии. Предварительная оценка засвидетельствовала резкое ускорение – до 1% в год. Очевидно, первичные данные подтвердятся. Однако ускорение инфляции может оказать медвежью услугу для евро, ведь резкая смена тенденции с дефляцией на инфляцию может вынудить Европейский центральный банк также резко сменить курс денежно-кредитной политики, что крайне негативно для валюты. Тем более, если учесть, что ускорение инфляции вызвано большей частью именно отложенным спросом, о чем свидетельствуют данные по розничным продажам. К слову, и к самому важному событию этой недели – инфляция в США уже активно набирает темпы. За январь годовой рост должен ускориться до 1,5%. И здесь ускорение выглядит гораздо более естественным, нежели в Европе. Поэтому среди инвесторов растут ожидания того, что Федеральная резервная система должна обратить внимание на рост цен и начать ужесточение денежно-кредитной политики раньше запланированного. Такая вероятность увеличивает инвестиционную привлекательность валюты, ждем усиления позиций доллара.